Всем привет, с вами Давилович и сегодня у нас новый обзор, сегодня мы разговариваем вновь про мониторы и сегодня на обзоре снова монитор компании Dell, но это уже моделька на 19,5 дюймов, поэтому погнали! Вообще выбор мониторов сейчас очень огромный, то есть существует несколько производителей, которые собственно производят мониторы и кому-то новенькому залезть на этот рынок уже, ну мне кажется, просто не получится Компания Dell делает довольно-таки широкую линейку мониторов, то есть это от бюджетных до супер дизайнерских Сегодня на обзоре у меня простой монитор на 19,5 дюймов, но на IPS матрице, это значит картинка будет хорошая и углы обзора будут тоже действительно хорошие Это у нас моделька E2016, здесь нет ничего особенного, здесь все просто и стандартно Предлагаю сейчас распаковать его, посмотреть, что нас ждет внутри, ну и собственно потом подключить, посмотреть, сделать тесты и подвести итоги Кстати, данный монитор был куплен в интернет-магазине Online Trade, если вам интересно, то переходите по ссылке под этим видео, смотрите, сравнивайте и покупайте Монитор у нас поставляется в обычной коробке, я так понимаю, сделан из вторых сырья, сейчас производители об этом очень сильно заботятся Вот, у нас монитор полностью запечатанный, коробка у нас не повреждена нигде, то есть полностью целая Вот, и что касается покупки в интернет-магазинах, то там нету возможности проверить данный монитор набитые пиксели И это очень и очень плохо, потому что я не знаю, будут пиксели сейчас или нет, а как мы знаем, то допускается, насколько я помню, до пяти вроде убитых пикселей И, собственно, по этой причине вы вернуть не сможете, если у вас будет один или два пикселя Вот, поэтому давайте приступим к распаковке Отрезаем скотч и открывается у нас вот таким вот образом Итак, что, собственно, здесь можно увидеть? Здесь мы видим полностью всю комплектацию Итак, первым делом у нас инструкция по сборке, по установке данного монитора Далее у нас идет вот такая вот пластиковая подставка Это у нас ножка, которая устанавливается на подставку, на которую, собственно, потом крепится сам монитор ВГА-кабель, так как у нас здесь один ВГА-разъем, то, собственно, кабель только один Это у нас кабель питания И это у нас заглушка, я так понимаю, с задней крышки монитора Там, где, собственно, веса крепления Также имеются инструкции, гарантийные обязательства и диск с драйверами Все, то есть, далее мы поднимаем вот эту вот картонную крышку И за ней, собственно, уже скрывается сам монитор Поэтому давайте достанем его Он уложен экраном вниз Поставляется вот в такой вот мягкой ткани из поролона И, собственно, вот наш монитор Все просто и обычно Давайте теперь соберем его, подключим и, собственно, проверим Итак, друзья, все, монитор у нас собран То есть, можно посмотреть, это матовый экран Это простой дизайн Это дизайн компании Dell Собственно, кнопка включения находится в углу Если мы посмотрим на заднюю сторону Здесь у нас особенного ничего такого нет То есть, имеется место под крепление веса Для того, чтобы можно было закрепить на кронштейн Например, на стену И имеется вот такая вот заглушка с логотипом от компании Dell Которая закрывает, собственно, заднюю часть Но нам пока, в принципе, это не важно Поэтому давайте подключим к сети И подключим наш монитор к источнику видео Итак, друзья, монитор у нас подключен Подключил его к ноутбуку Потому что только в нем у меня есть VGA-разъем И, собственно, если честно То я не совсем понимаю людей Которые покупают мониторы с такой маленькой диагональю И, собственно, только с VGA-разъемом Потому что разъем VGA-это у нас аналоговый разъем А если мы хотим более качественную картинку То лучше использовать цифровой Это DVI, либо HDMI, либо DisplayPort Ну что, давайте приступим к тесту И посмотрим наш монитор на битые пиксели Для этого используем программу, которая называется TFT Monitor Test И, собственно, запускаем ее Сейчас мы проверим по всем цветам наш экран на все битые пиксели И смотрим То есть у нас белый экран, все в порядке Красный экран тоже все отлично На зеленом никаких проблем тоже нет Синий все великолепно Тут тоже все в порядке И сейчас нас интересует больше всего этот черный цвет Для того, чтобы увидеть, есть ли у нас какие-то засветы На мониторе засветов нет И поэтому тут все у нас очень и очень даже хорошо Даже на моем IPS-мониторе имеются засветы Причем очень ярко выраженная Поэтому отличная оценка по поводу цветов данному монитору Ну и, в принципе, по тестам на этом мониторе можно заканчивать Все отлично, то есть все выполнено просто, понятно и удобно Единственное, отмечу меню То есть кнопки, которые на мониторе есть Но они уж слишком какие-то дешевенькие А так, в принципе, монитор отличный Если вас устраивает такая диагональ То есть смысл рассмотреть данный монитор Если нет, лучше доплатить немножко И взять монитор с гораздо большей диагональю И Full HD разрешением Тут разрешение, к сожалению, не Full HD Здесь 1440 на 900 Такое простенькое разрешение Поэтому, друзья, на этом обзор монитора, я думаю, можно заканчивать Если вам нужен недорогой монитор с качественной матрицей Без всяких засветов и прочих проблем То этот монитор подходит На этом, друзья, все Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok